Мы сейчас находимся в арсенале, где монтируется выставка, связанная с 30-летием независимости нашей страны. И из этих 30 лет, 7 последних, я не каждый день, конечно, и не каждый год, но это основное, что меня занимает сейчас, вот то, что за моей спиной, это война. Документального изображения войны здесь, кроме этого, больше и нету, скорее всего, в экспозиции. Понятно, что 7 лет это очень долго. Здесь есть фотографии 14-го, 19-го и 20-го года. Есть те, кто как бы держит это небо над нашими головами. Я постараюсь пригласить двух людей, которые есть на этих фотографиях. Дима Резниченко, Леша Мороз с сигаретой. Это бойцы батальона «Донбасс», которые были в Алавайске. Ну, я надеюсь, что я нахожусь среди людей, чья работа помогает раскрыть немножко эти зависти перед глазами тех, кто и чувствами, и душами, кто старается закрыться от этой тяжелой информации. Невозможно быть невовлеченным мне, например. Я не иностранец. Это моя страна, но нас напали. И, соответственно, я часть того, что происходит на войне, просто без оружия. Не я ведь один этим занимаюсь. Просто я один из четырех фотографов, которые были в Алавайске. И начиная с первой годовщины, с 15-го года, выставка, которая составлена из наших фотографий, она каждый год показывается в конце августа, 29-го августа. И в прошлом году на Михайловской площади, тогда он был капитаном, когда входил в Алавайском, командовал сводной ротой, составленной из 93-й и 17-й бригады. И вот перед стендами с фотографиями он сказал мне, спасибо вам, ребята. Если бы вы там не были и этого не сфотографировали, сейчас бы получалось, что и нас там не было. А так мы есть и навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok